Второй этап любительских автогонок Змеинка Time Attack Challenge пройдет на картодроме Змеинка в воскресенье 18 июня. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом Final Stage Racing Club. В соревнованиях предусмотрены следующие зачеты в классах Stock, NA, Turbo, личный зачет в классе Unlimited и командный зачет. Как отметили в Управлении развития физической культуры и массового спорта администрации города, мероприятие проводится с целью развития и популяризации автомобильного спорта во Владивостоке, а также развития навыков безопасного вождения автомобиля. На Ледовой арене «Полюс» прошло официальное закрытие хоккейного сезона Владивостока 2016-2017 и торжественное награждение лучших игроков, победителей и призеров, сообщает спортприморье. Перед торжественной церемонией состоялся заключительный матч между владивостокскими командами «Скан» и «Флагман» за звание абсолютного победителя первенства города в третьей группе Владивостокской хоккейной лиги и обладателя переходящего кубка «Викингов». Команда спортивного клуба Академии наук ДВУ «Ран», одержав волевую победу по булитам 3-2 над «Флагманом», выиграла финальную серию матчей 2-0 и стала победителем первенства города Владивостока. Стоит отметить, что с каждым новым сезоном количество команд, желающих участвовать в турнирах Федерации хоккея Владивостока, растет. В этом сезоне было проведено более тысячи матчей, где в общей сложности приняли участие 83 команды и 1570 хоккеистов. В ближайшие выходные 17 и 18 июня во Владивостоке пройдет третий этап чемпионата российской дрифт-серии. Соревнование пройдет на Приморском кольце, в нем примут участие пилоты из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Стоит отметить, что ровно год назад, также на третьем этапе, дебютировал в РДС «Восток» пилот из Благовещенска Иван Канищев. Долгое время Иван посещал соревнования в качестве зрителя, но со временем появилась мечта стать гонщиком. Я получил много опыта. Первоначально, когда начал выступать, не знал даже элементарных вещей. А сейчас в курсе нюансов и ко многим ситуациям уже готов. Учитывая это, стало больше уверенности в себе. У нас в Благовещенске есть своя дрифт-тусовка, и мы выбираем от администрации площадку для дрифта. Почти уже договорились, так что вполне возможно устроим 2-3 соревнования в этом году. Если получится, в следующем году подумаем уже о приглашении хабаровских и приморских пилотов. Ну а пока я сам лечу во Владивосток на третий этап РДС «Восток». Настроение боевое, я еду побеждать. Напомним, на третьем этапе РДС «Восток», кроме качественного дрифта, зрителей ждут и приятные изменения. Так, зона с активностями от партнеров соревнования, фудкорт и палатки с сувенирной продукцией расположится на площадке с асфальтовым покрытием, а трибуны поменяют привычное местоположение. Неизменным остается только желание пилотов победить, а болельщиков поддержать своих любимых спортсменов. Олег Завьялов, новости спорта на восьмом.